В два раза за последние 13 лет выросла доля россиян, обращавшихся за профессиональной психологической помощью. Если в 2009 году справляться со стрессом своими усилиями был способен каждый пятый, то в 2018 году уже каждый второй. Последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения говорят, 68% россиян не испытывают нужды в психологической поддержке от других людей. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Психологи на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. И это не все даты, которые дают повод для очередного праздника. О них мы упомянем по ходу программы. Сегодня вы узнаете. Избран единогласно. Какие задачи стоят перед новым председателем Совета ректоров Татарстана? Некоторые кабельные операторы даже с других регионов звонили и говорили, можно мы вас включим в свой пакет? 45 лет в эфире. Как отпраздновало юбилей университетское телевидение? Это конкурентная борьба, когда несколько номинантов. Лучший декан. Кто из представителей КФУ стали лауреатами российской премии? Хотим разработать такой материал, который позволит хранить информацию в виде магнитных моментов. Энергозависимый вид памяти. В чем уникальность работы студентки Института физики? Совет ректора вузов Татарстана возглавил Ленар Сафин. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Совета ректоров вузов республики. На нем ректор КФУ единогласно был избран председателем совета на 5 лет. До этого обязанности исполнял ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов. Совет ректоров вузов республики Татарстан создан более 30 лет назад совместным решением Миноборнауки России и Российского союза ректоров. Это государственно-общественный орган управления высшим и послевузовским образованием в Татарстане. Он призван консолидировать усилия университетского сообщества в различных направлениях. Например, в взаимодействии с органами власти и местного самоуправления, в запуске сетевых образовательных программ, в решении вопросов кадрового обеспечения экономики республики. Также среди вопросов увеличение количества бюджетных мест для вузов, совместная реализация федеральных проектов, проведение масштабных мероприятий в воспитательной, спортивно-оздоровительной, культурной сферах и многое другое. 45 лет выходит в эфир университетское телевидение. Самому Казанскому университету 218 лет. Получается, что почти одну пятую часть своей жизни университет провел в эфирном вещании. И эта дата совпала не только с днем рождения Альма-Матер, но и со Всемирным днем телевидения. История Казанского университета неотделима от журналистики. Именно здесь более двух веков назад по инициативе профессуры начала выходить первая региональная газета «Казанские известия». По предложению преподавателей факультета журналистики со временем появилось и собственное телевидение. Только так можно было выпустить подготовленных студентов. Ведь телевидение – это особая специфика. Здесь нужны не только знания в классической журналистике и умение писать тексты. Знать основы съемки, монтажа, законов физики, инженерных навыков – это лишь небольшая часть подготовки будущих работников телевидения. Но главное – это умение работать со зрителем. Все это на практике сейчас студенты получают на собственном телеканале «Универ ТВ», который также отмечает юбилей – десятилетие. Как из маленькой комнаты вышли звезды телевидения и чем уникальна «Универ ТВ» – об этом в репортаже Эльвина Минобуддиновой. Вот здесь та самая студия университетская. Сделался свет. Здесь студенты слушали свои лекции. Здесь писали на этом фоне свои сюжеты, записывали. Теперь вы – хозяева шумных аудиторий и строгих коридоров главного здания, которые помнят еще Аксакова и Льва Толстого. Внимание! Тишина на площадке, камера, мотор. 45 лет назад здесь началась история университетского телевещания. Конец 50-х. Начинается регулярное телевещание в Казани. В одну ногу со временем Казанский университет создает свое университетское телевидение. Во-первых, 80-е годы. Это удивительная эпоха. Тогда большие электронные вычислительные машины были, компьютерных настольных не было. У нас был телецентр во втором корпусе. Это значит промышленно-телевизионная установка. Есть источник телевизионного сигнала. Есть самодельные пульт-режиссеры на кнопочках. Есть кабели, есть телевизоры. Это было общественно-политическое вещание. Это было по поручению порткома, под гидой порткома. Соответственно, строилась сетка вещаний. У нас практически ежедневно выходили мы в эфир, в обеденный перерыв. Загорались телевизоры в несколько местах. И какая-то редакция выходила со своими программами. Работали не журналисты, работали студенты. Телевидение начинало свой путь как учебное. В специализированной технике поначалу не было. Проложили кабели, закупили оборудование. А работу начинали на промышленных телевизионных установках. Что вообще такое учебное телевидение, с чем его едят и какие у него стоят задачи, в общем, никто не знал. И по большому счету, мы сами себе придумывали задачи, сами себе их реализовывали, что называется. Сегодня те, кто стоял у истоков университетского телевещания, могут вспомнить. Были кинобудки и кинопроекторы. Висели большие экраны. На них показывали учебные фильмы. Со временем телевидение поменяло политику вещания. Стало общественно-политическим. Вместо учебного процесса и фильмов появились первые передачи. Одна из первых передач, как вот сейчас помню, это было в подвале как раз на цокольном этаже физфака. И мы вот с подвала физфака на там, где находилась приемная комиссия, по-моему, как раз в фойе второго корпуса, делали передачи для абитуриентов. За годы своего существования университетское телевидение взрастило множество специалистов своего профиля. Сегодня в их числе известные ведущие, шеф-редакторы и руководители телеканалов. Это была ситуация, когда ты учился всему на ходу. Да, мы там многих вещей не знали, что-то делали по наитию, стандартные изменились, и мы менялись вместе с ними. Тогда просто было время революций. Люди, которые только что закончили школу, творили революцию, причем на глазах у зрителей. С горящими глазами и желанием в России развиваться. Такими были студенты. Работали не за деньги, а за более ценное вознаграждение, знание и опыт. Мы работали явно не за деньги, а вот за драйв, за ощущение свободы, которая внезапно появилась. И, конечно, для всех это был глоток воздуха. И для зрителей и популярность невероятная. Нам тогда казалось, что журналистика может изменить мир. Мы абсолютно верили в то, что если мы сделаем какой-то сюжет, то он может поменять ту или иную ситуацию в конкретном месте, в конкретном случае. Были конфликты, потому что мы были очень жесткими журналистами. Для нас не было преград в виде цензуры какой-то в то время. Наступила перестройка. Перестали работать студенческие редакции. А на смену приходит новое университетское телевидение. Создается оно благодаря предыдущему опыту. А вместе с развитием телевидения здесь развиваются и региональные телеканалы. Университет стал колыбелью далеко не для одной телекомпании в нашей республике. Из стен Казанского университета вышел, скажем, холдинг эфир. Это и телекомпании сегодня, это и радиостанции. Когда-то это еще газеты были. Но телекомпания как базовая, как базовый их продукт. Это были студенты Казанского университета. Это были люди, которые так иначе были связаны с Казанским университетом. Они начинали это как студенческое телевидение. Ну и потом вот оно выросло в большой медиапроект. Не стояло на одном месте и университетское телевидение. Появились новые программы. Например, «Лестница». Это своего рода вузовский вестник. Отражение студенческой жизни Казани. Привет! Сегодня 28 сентября. Кажется, вторник. А значит, вы смотрите студенческую программу «Лестница». В 90-е годы создается кафедра телепроизводства. Теперь студенты могли учиться и работать в одном здании. Когда меня пригласили на открытие кафедры, тогда называлось телевидение и телепроизводство, мы долго троем сидели. Это Ильдар Азатович, Виктор Николаевич Егоров и я. Ильдар Азатович с самого начала поставил такую планку, что студенты должны одновременно учиться и участвовать в производстве контента. 2010-й. Новая эпоха для университетского телевидения. Создание «Универ-ТВ». Инициатором рождения канала стал ректор вуза Ильшат Гафуров. Уже через год выпуски транслировались по городскому телеканалу «Ай-ТВ». Мне было удивительно, что в университете вдруг, мне казалось, что это не совсем. То есть телестудия – да, какой-то там пресс-центр – да, но телеканал, который что-то обвещал и в кабеле, и в эфире, то есть был настоящим телеканалом по большому счету. Да, не таким, возможно, крупным, как региональные телеканалы, такие как ТНВ, эфир, но, тем не менее, все-таки выход в сетку эфиров, выход в кабельном вещании, иметь свои новости и программы – это достаточно серьезно. Чем мы будем заполнять-то? Неужели мы будем рассказывать чисто такой корпоративный внутреннеуниверситетский телеканал, который будет интересен узкому кругу людей на самом деле? Но жизнь вот она подтвердила, что на самом деле я сильно ошибался. 2012 год. Старт вещания в круглосуточном режиме и открытие службы новостей. Некоторые кабельные операторы даже с других регионов звонили и говорили, можно мы вас включим в свой пакет? А потом до меня дошло. Каналов Full HD было мало. Им важно было, что в их пакете там больше каналов с таким качеством. Появились студенческие авторские программы. Начало активно подключаться в работу телеканала и само университетское сообщество – преподаватели и профессоры. 2015 год. Телеканал выходит в телевизионных кабельных сетях республики. А уже через год входит в эфирно-цифровой пакет Казани. Постоянная работа, каждый день, она позволила в какой-то момент нам уже выйти на такой уровень, что мы смогли зайти в кабельные сети. Это Нижегородская область, Оренбургская область. Мы появились в эфире города Казани. Основной задачей создания телеканала было не просто обучать или давать какой-то познавательный контент для населения. Основной мыслью было то, что будущий телевизионщик, выпускник Казанского федерального университета должен учиться на современном телевизионном оборудовании и, выйдя отсюда, он, собственно, должен диктовать какие-то тренды и моду. То есть он был драйвером такого модернизации телевидения и вносил эту лепту. Телеканал «Универ ТВ» вошел в топ-100 лучших университетских телеканалов мира и дважды завоевывал приз «Лучший студенческий телеканал России» по версии Международной ассоциации студенческого телевидения. Подъем по качеству контента произошел, когда сюда, в школу, в высшую школу журналистики и медиакоммуникации возглавил Леонид Григорьевич Толчинский. Это практик, причем практик, который руководил информационным агентством федерального уровня практически. За счет своего авторитета здесь начали появляться спикеры федерального уровня, медиаперсоны, звезды. Помимо того, что, конечно, в университеты и так приезжали, да, ученые, политики. А здесь мы начали уже производить контент именно такого обучающего характера, познавательного в части медиа. «Универ ТВ» родился 10 лет назад как органическая потребность в том, чтобы у такого гигантского, большого, с амбициями университета, был свой выразитель на большом экране. Высшая школа журналистики, как структура, готовящая, образовательная структура, готовящая специалистов, в том числе в области телевидения, видеопроизводства, она, конечно, органически привязана к телекомпанию «Универ ТВ», как к своей базе практик, как к базе, где могут готовиться, совершенствоваться будущие специалисты, чьих специалистов она сама истребует в качестве преподавателей, в качестве людей, которые так или иначе помогают в образовательном процессе». С каждым годом абитуриентов, поступающих на специальность телевидения, все больше и больше. Здесь каждый студент имеет возможность дать старт своей карьере, работать корреспондентом, ведущим или придумать свою авторскую программу. Для этого есть все необходимое. «Вот те, которые могли бы в образовательном, просветительском, нравственном, развлекательном, спортивном, то есть самые разные сферы приложения интересов молодежи отражать, вот таких медиаресурсов телевизионных в России не существует». «Уникальная, наверное, площадка, где наши студенты фактически погружаются во все производственные процессы именно телевидения, здесь у нас в университете. Мы единственный вуз, кто готовит таких специалистов. И это очень приятно. И вдвойне приятно, что у нас очень высокие конкурсы на эту специальность, и к нам идут с удовольствием ребята». Сегодня телеканал «Универ ТВ» – единственный в России круглосуточный университетский канал. Он транслируется на разных площадках. Программы формата Full HD включены в эфирно-цифровой пакет Казани, имеются в кабельных сетях республики, а также в IPTV, приставках по всей стране и в сети интернет. Основная направленность – образование, познание, студенческий спорт и университетские новости. Телеканал «Универ ТВ» имеет свыше 9 миллионов просмотров на YouTube. Университетское телевещание продолжает следовать своим традициям. Ежегодно выпускники кафедры телепроизводства и выходцы университетского телевидения работают на региональных и федеральных телеканалах по всей стране. Эльвина Минабудинова. КФУ. Итоги недели. Деканами года стали два представителя Казанского федерального университета. Это директор Института управления экономики и финансов Наиля Багауддинова в номинации «Экономические науки», а в номинации «Философские науки» лучшим определён директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Премия Российского профессорского собрания учреждена за выдающиеся результаты в сфере управления факультетом и вклад в развитие научной отрасли. Награждение прошло в Москве в рамках пятого профессорского форума. Одна из секций по философским наукам, между тем, организована на площадке Казанского федерального университета. О том, какие задачи стоят перед российским философским сообществом, мы поговорим с Михаилом Щелкуновым. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Здравствуйте, Слава Павлович. Вы стали деканом года. Поздравляем вас с этой наградой. Ну и, конечно, расскажите нам о ней, кому она вручается и кем. В Российской Федерации уже несколько лет успешно работает крупная общественная организация, которая называется Российским профессорским собранием. Она объединяет в своих рядах около пяти тысяч докторов наук-профессоров по всем отраслям науки, имеет штаб-квартиру в Москве и свое региональное отделение в 60 регионах Российской Федерации, субъектах. Председателем нашего Татарстанского отделения выступает, мне это очень приятно сказать, теперь уже президент Казанского федерального университета, профессор Минзарипов. Профессорское собрание проводит разного рода мероприятия, конференции, форумы, осуществляет образовательную деятельность, но только для того, чтобы повысить статус профессорского когорта, который действительно является душой высшего образования. Помимо этих мероприятий, профессорское собрание учреждило целый ряд премий. Они называются премии «Профессор года», присваиваются лучшим профессорам, «Ректор года» и «Декан года». Все эти премии присваиваются по всем отраслям науки, не только по философии или по экономике, как в этот раз для университета. И, в общем-то, номинанты, которых выдвигает соответствующее отделение РПС, проводят довольно жесткую конкурсную процедуру. Это не принцип «сегодня дадим этому, а завтра другому». Это конкурентная борьба, когда несколько номинантов конкурируют как по своим личным заслугам, так и, естественно, по результатам работы возглавляемых институтов, факультетов или других основных подразделений. Такая же система KPI, вы знаете, что это такое. И все это рассматривает довольно очень пристально межотраслевой жюри под руководством профессора Стриханова. И тайным голосованием определяется победитель. Ну вот в этот раз, как вы знаете, ваш покорный слуга вышел лауреатом этой борьбы. Ну и приятно отметить, что моя коллега Неля Гумерна-Багауддинова тоже стала лауреатом по отраслевым наукам. Замечу вам, в списке лауреатов декан года Казанский федеральный университет единственный, у которых два лауреатских места. Больше такого нет ни одного вуза России. Премия вручалась в торжественной обстановке на пленарном заседании форума в Москве 22-го числа. Замечательный, красивый зал Дома правительства Москвы. Ну, соответствующие убранства, соответствующие вип-персоны. И вот достаточно, ну, длительно, около часу по всем категориям, начиная с профессоров, деканов, затем ректоров, министр, заместитель министра, руководитель департаментов, председатель РПС, профессор Валерий Валерьевич Гриб. Вот всей этой компанией нам жали руки, говорили хорошие слова и потом фотографировались. На этой неделе, кстати, да, в Казанском фиральном университете прошло заседание на тему философские науки в рамках профессорского форума. Понятно, что об этом можно говорить долго, о философии, вот главный тезис, я, наверное, о встрече хотел бы у вас спросить. Действительно, помимо пленарного заседания, формула форума предполагает отраслевые заседания. Они проводятся по 24 отраслям науки, и, что не безинтересно, право их проведения как раз предоставляется региональным вузам, ну, по заслугам. И поэтому большая честь, что секция философские науки была предоставлена площадке Казанского федерального университета, ну, нашего института, естественно. Секция прошла очень удачно, за три часа выслушали всех докладчиков, и оффлайн, и очень много присоединялось онлайн, около 30 человек. Удалось даже провести дискуссию, поспорить, ну, до драки народной не дошло, слава богу. Все остались довольны. Вы правы, что цель секции не просто обменяться мнениями, а сформулировать какие-то рекомендации. Число важнейших я бы отнес следующее. Первое – это система мер по повышению статуса профессора как центральной фигуры образовательного и научного процесса. Это предложение Вадима Валерьевича Васильева, председателя нашего ФУМО, оно очень кстати. Второе – не менее важно. Таким образом насыщать или модернизировать некоторые образовательные программы, которые бы уже с бакаларской, магистовской ступени готовили людей, как ни странно, к будущей работе в ВУЗе, в том числе и профессорской. То есть ставится вопрос, что, ну, профессоров в России не так уж много, я вам говорю, 6-5 тысяч. Для России это мезер, это по всем отраслям. И необходимо как-то у молодежи студенческой уже формировать вкус, интерес, стремление стать профессором. В этом ничего плохого нет. Это прекрасная миссия, которая дает человеку и удовлетворение от собственной работы, от собственных исследований, ну, прямо скажем, достаточно достойную зарплату и возможность тоже участвовать в других направлениях образовательной, научной, воспитательной деятельности. Ну и третье, то же самое наболевшее, ставится вопрос о резком повышении числа часов на общегуманитарную подготовку, в том числе и философскую. Нам есть на кого равняться, вы знаете, что же издан приказ, который по дисциплине «История России» обязательно для всех вузов, всех направлений увеличил объем, причем контактной работы, никакого электронного, так сказать, компонента, с 36 часов до 144, вы можете себе это представить? Ну, философы тоже как бы идут следом, и есть надежда, что, ну, может быть, не так, как у историков в четыре раза, но, по крайней мере, в два-два с половиной раза на число часов увеличат. Ну, по соображениям понятно, каким философия – это, в первую очередь, инструмент проектного критического системного мышления, и, конечно, это хранилище великих духовных ценностей, без которых, как мы с вами знаем, Россия просто не может существовать, особенно в современных условиях. Ну, и завершение, да, вот хотелось бы поговорить об институте. У нас тут стучится декабрь, я думаю, что можно потихоньку, но все же подводить итоги, и, может быть, главное, или, может быть, несколько их достижений института. Ну, я думаю, что институту, как говорится, есть что показать в конце года в отчетах, но первое, что у всех на слуху, и мы этому по многому радуемся, это великолепный прием, как по качеству, так и по количеству в этом году. Я всегда опирую двумя цифрами, которые вы, Сатра Ильич, уже слышали. В 2014 году, когда создавался наш институт, весь контингент учащихся, всех ступеней, был, точно цифры говорю, 1011 человек. В этом году на первый курс мы набрали почти 1300 студентов. Хочу, конечно, подчеркнуть, что основной вклад бесспорно делает высшая школа журналистики, и бюджетный прием выполнен на 100%, и на 30% был перевыполнен внебюджетный прием, что вообще для нас удивительно. Цифры внебюджетного приема, вы прекрасно знаете, тоже очень-очень такие нехилые удалось их почти на треть преодолеть. Это означает, что образование именно в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, конечно, во всем Казанском федеральном университете востребовало. Исключительно, да. Мы, вы сами знаете, беспокоились в связи с ситуацией, как будет прием. По разным вариантам предполагались риски. Но, к счастью, все обошлось, но это, извините, не просто там, судьба, так сказал, звезды сложились. Это работа всех сотрудников, руководителей подразделения Института, который, как известно, начинается с 1 сентября после очередного приема. И цыплят считают по осени. Нынче цыплята вроде неплохие оказались. Большое вам спасибо за интересную беседу. Еще раз поздравляем вас. Спасибо, Сатраюш. Наноматериал для IT-индустрии создает студентка Института физики КФУ. Этот материал необходим для производства энергозависимой памяти нового поколения. На разработку проекта молодому физику выделили грант в 1 миллион рублей. Работа Анели Кадиковой вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап». Суть проекта – создание нового наноматериала для применения в области информационных технологий. Такой вид памяти не будет зависеть от электрических зарядов. Он будет энергонезависимой. В случае отключения питания записанные данные удастся сохранить. Как работает этот метод и чем поможет исследование отечественной IT-индустрии, расскажем далее. Также есть камера магнетронного распыления. Это тоже один из методов, которым мы создаем эпитексиальные гетероструктуры. Это шлюз. Отсюда погружаются образцы непосредственно в сверхвакуумную установку. Это оборудование называется сверхвакуумной установкой. В нем студентка 4-го курса Института физики Анеля Кадикова разрабатывает наноматериал. Он необходим для создания нового способа хранения информации на различных устройствах. Так, сначала образцы разрабатываемого материала молодая ученая погружает в шлюз. Затем отправляет их по трубе в одну из выбранных камер. Например, в аналитическую. В этой ячейке Анелли сможет изучить внешнее и внутреннее строение наноматериала. Аналитическая камера. Здесь мы можем выполнять XPS. Это фотоэлектронная спектроскопия. Можем производить аргонное травление ионным пучком. Сейчас мы пользуемся только энергозависимыми видами памяти. Это задрудняет работу с данными, ведь при отключении питания они на устройствах не сохраняются. Роман Юсупов, заведующий научно-исследовательской лабораторией гетероструктуры для посткремниевой электроники, он один из первых, кто задумался над этой проблемой. Разработку нового способа хранения информации физик доверил своей студентке Анелле Кадиковой. Ей близка эта тема из-за направления нанотехнологии и микросистемная техника, на которой она учится. По ее словам, новая разработка будет основываться на магнитном сопротивлении. На данном этапе все электронные устройства, они работают на кремниевой электронике, на полупроводниковой электронике. Мы же хотим разработать такой материал, который позволит хранить информацию в виде магнитных моментов, то есть реализовать магниторезистивную память. Наноматериал представляет с тобой гетероструктуру, то есть комбинацию из слоев разных материалов. По форме такая разработка выглядит как маленькая сим-карта, только состав у нее другой. Анелле вместе с коллегами создала один образец из последовательности сверхтонких слоев металлов и соединения железа, платины и марганца. Эти соединения лаборанты вырастили в специальных условиях и в определенной последовательности на кристаллической пленке оксида магния. Такая гетероструктура будет служить основой для памяти. Будем использовать последовательности слоев железа, соединения марганец-платина с различными концентрациями компонентов. Также будут слои магний-О оксида магния. И далее мы сориентируемся, в ходе экспериментов будем варьировать какие-то слои в толщину, какие-то материалы, возможно, поменяем, какие-то элементные составы. Но пока вот это утвержденный уже список слоев. С помощью этой памяти данные будут записываться благодаря магнитной поляризации элементов. Другими словами, при хранении информации необходимость в электронных зарядах не появится. Это обеспечивает ей возможность сохранять записи в случае отключения питания. К тому же, по своей природе такой вид памяти не восприимчив к ионизирующему излучению. Эти устройства памяти необходимы военным для хранения баз данных. Помимо этого, их можно будет использовать для информационных систем самолетов и искусственного интеллекта, а также мобильных устройств. Такой вид памяти, он энергонезависимый. То есть мы выключаем электропитание, и вся информация сохраняется. В то время, когда мы отключим питание, например, у элементов памяти, основанных на полупроводниковой технике, все сотрется, и при включении это придется перезаписывать, как-то перезапоминать. Это долго и, конечно же, энергозатратно. На реализацию проекта «Разработка гетероструктуры для магниторезистивной памяти» Анеля Кадиковна получила грант в 1 миллион рублей в студенческом стартапе. Полученные деньги она потратит на дальнейшие исследования образцов наноматериала, а также на зарплаты работников лаборатории. Как считают сами разработчики, продолжение проекта и поиск нового перспективного наноматериала поспособствуют развитию отечественной IT-индустрии. Полина Корнеченко, Эльвира Замалединова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Как казанские юбарсы стали сильнейшими в России, узнаете через несколько минут. Также во второй части программы. Президент Казанского федерального университета, чью кандидатуру выбрал ученый совет КФУ. Вердикт. Тургенев исписался и клевещет на русский народ. И дым в отечестве был так неоднозначен. Почему Роман Тургенева вызвал серьезную полемику среди современников? В Казанском университете прошла республиканская олимпиада, посвященная первопечатнику Ивану Федорову. Интеллектуальный турнир проводится не первый год. Его задача – повысить интерес к русскому языку, истории книгопечатания в России. Пока это единственная олимпиада, программа которой направлена на знакомство с выдающимися личностями, говорят организаторы. При подготовке к олимпиаде студенты и школьники знакомятся с личностью Ивана Федорова, с историей письма и культуры. Иван Федоров – издатель первой точно датированной печатной книги «Апостол в русском царстве», а также основатель острожской типографии. О многих других фактах участники олимпиады смогли узнать из лекции, которая также была организована в рамках турнира. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, расскажем в дайджесте. Ученый совет Казанского федерального университета избрал президента КФУ. Согласно решению, им стал главный советник и ректор Риас Мензарипов. Данная должность предусмотрена федеральным законом об образовании. В ближайшее время юридические документы будут направлены для рассмотрения в Министерство науки и высшего образования страны. Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества прошел в КФУ. Его участниками стали 100 делегатов – молодые ученые, исследователи, инноваторы и академики Российской Федерации. Цель конгресса – создание международной диалоговой площадки в республике Татарстан в научной сфере с регионом ОИС. У нас уже работает проектный офис молодежный, организация исламского сотрудничества. Да, у нас проходил великолепный форум, посвященный молодежной столице ОИС. У нас проходил замечательный культурный форум стран, мусульманский стран. И мы можем в процессе таких встреч делиться друг с другом самыми сокровенными идеями. Как строить космический бизнес рассказал в КФУ основатель и гендиректор частной российской космической компании «Сарспейс» Олег Мансуров. Студенты поинтересовались у лектора про то, как взаимодействуют частные космические компании с государством, как гость относится к проблеме космического мусора и насколько безопасен спутниковый Wi-Fi. Космическая отрасль, какие есть тренды и как создать частную космическую компанию у нас в России на примере нашей компании «Сарспейс». В КФУ впервые состоялся маркет медицинских вакансий. В нем приняли участие 41 работодателей и более 500 обучающихся. Для них прошли лекции и мастер-классы. Также гости смогли заполнить анкеты соискателей и передать их представителям медучреждений. Очень важно привлечь талантливых ребят, которые могут в процессе обучения еще и дополнительно заработать какие-то деньги и в то же время укрепить свои медицинские знания. 26 ноября во многих странах отмечают Всемирный день информации. Информация всегда играла важную роль в жизни человека. Фразу «кто владеет информацией, тот владеет миром» ввели в оборот представители династии Ротшильдов. Если кому-то интересна история этого выражения, посмотрите в интернете. Именно информация когда-то помогла сказочно разбогатеть братьям Ротшильда. В последние десятилетия роль информации еще больше возросла. Сейчас это едва ли не главная ценность. Цифровое будущее стало привычным. Сейчас происходит лавинообразное нарастание массы разнообразной информации. Так называемый информационный взрыв со временем может привести к информационному стрессу. Это происходит при неправильном умении контролировать качество и объем получаемой информации. Расставить акценты и вычленить главное из того, что стало наиболее обсуждаемым на неделе, поможет мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Бароны Ротшильды с их формулой «Кто владеет информацией, тот владеет миром» безусловно знали толк в информации и прекрасно сформулировали ее значимость для эффективного управления обществом. Всемирный день информации в этой связи живо подталкивает на небольшой своего рода экспресс-обзор по информационному полю нашей страны. Давайте бегло посмотрим на то, какая информация царит в нашем информационном поле. И чего, исходя из этого, вероятно, хотят от общества те, кто верховодит в информационном пространстве и задает на нем тренды. Объять необъятное невозможно, поэтому давайте для нашего обзора обратимся к сеткам вещания в прайм-тайм. Это такое вечернее, самое смотрибельное время. Пятницы и выходных дней наших ведущих телеканалов. Как-никак, а телевидение остается ведущим, игроком и заводилой на всем инфополе страны. Итак, поехали. Вот что нам предлагает свой прайм-тайм первый канал. Пятница. Поле чудес. Программа «Время». Шоу «Фантастика» по выявлению виртуальных героев и призам в 3 миллиона. Суббота. Шоу «Ледниковый период». Программа «Время». Сегодня вечером. Миблии актрисы Мирошниченко. «Тень звезды». Фильм о рэпере. В воскресенье. «Как убили Джона Кеннеди». Программа «Время». Игра «Что, где, когда». И изюминка. Финал выходных дней. «Безумные приключения» Луи де Фюнесса. А вот главный госканал. «Россия». Пятница вечер. Программа «60 минут», которая идет на самом деле 150 минут. «Вести», которая идет целых полтора часа. Гранд-шоу «Дуэты». И программа «Улыбка на ночь». Суббота. «Привет, Андрей». «Вести». Мелодрамма «Столичная штучка». «Воскресенье». «Песни от всей души». И далее блок информационных итогов недели. «Вести недели». «Москва. Кремль. Путин». И для тех, кто дотянет. Воскресный вечер с Соловьевым. Давайте еще два канала из главного мультиплекса. НТВ. «Пятница». Все тоже прайм-тайм. 19-я и 20-я серии фильма «Спецбат». О майоре ДПС, занятом угонами. Опять же, 19-я и 20-я серии сериала «Скорая помощь-4». В программе есть Захар Прилепин, но это в час 45 ночи. «В субботу следствие ввели». Это про криминал прошлого. Центральное телевидение с Токменевым. «Ты не поверишь. Интриги жизни шоу-бизнеса». Сериал «Пять минут тишины» про симбирских МЧСников. «Воскресенье». Основано на реальных событиях. «Тайна 731» про министра культуры со вскрытыми венами. Итоги недели. «Суперстар», «Возвращение сезон 3» и «Звезды сошлись». Ну, это про шоу-бизнес, конечно. И вот главный столичный телеканал ТВЦ. «Пятница. Вечер». Две серии фильма «Игрушка о психотерапевте на психодраме». Две серии фильма «Парижские тайны». О том, как живет Марина, от которой два года, как ушел Олег. «В центре событий» – это «Новости недели». И далее программа «Хорошие песни». «Суббота». Две серии детектива «Загадки Пифагора» про поиски бриллианта убитого математика. Далее две серии детектива «Загадки Цезаря». Как педагога обвинили в убийстве мужа, а следователи ее спасли. Далее блок политических программ «Пашкова и Куликова». И, наконец, воскресенье на ТВЦ. Четыре серии детектива «Ловушка времени». Как обнаружилась связь между разными убийствами. И три серии детектива «Улики из прошлого». Тоже, как вы понимаете, про убийства. Но в 1976 году. Там девушек режет маньяк по кличке Волк. Можно, конечно, для чистоты эксперимента посмотреть еще и на пятый канал. Но там все еще проще. Пятница. Весь вечер криминальный сериал «След». И под конец «Светская хроника». Суббота. Весь вечер «След». А когда он, наконец, закончится, начнется 25-я серия «Последнего мента». Воскресенье. Сериал «Мужские каникулы» про жену Хапугу. Этот сериал сменит, как вы уже догадались, до глубокой ночи «След». Уф, нормально такая картинка нарисовалась, не правда ли? Это точно программа телепередач нашей страны с ее сегодняшними буднями и заботами. Не верите? Посмотрите и перепроверьте сами. Как вы думаете, на какое общество, в каком состоянии и с какой целью направлен этот контент, выливающийся на головы зрителей в самые смотрибельные дни и часы федеральными каналами? Что хотят добиться медиауправленцы? Насколько адекватны они происходящему в обществе, в стране, тому, что в головах и чаяниях россиян? Вокруг каких смыслов намерены они сплотить общество, на какие свершения их нацелить? Я даже не спрашиваю, что тут для молодежи, для мечащихся интеллектуалов, для ребят, которые в 3-4 смены работают на предприятиях ВПК или собираются в зону СВО. Что эксклюзивного и неординарного в соответствии с требованиями времени и ожиданиями психологически растерянных сограждан, предлагают своим зрителям держатели главных медийных площадок. Даже в ток-шоу на актуальную повестку на минувшей неделе пробрались такие спикеры, что в головах дождавшихся этого зрелища на главном госканале действия ничего, кроме каши, еще больше подавленности и разочарования не родилось. Тогда вопрос только один. Зачем все это? Зачем в информационном обществе поток информации, не отвечающий никак запросам этого самого общества? Вопрос, впрочем, риторический. Медиа-менеджеров он не сильно волнует. Для зрителей ответа на него все равно не последует. Средства будут освоены. А вот кто будет в результате владеть, согласно формуле Ротшильдов, миром, обществом, так и останется загадкой. Такие дела. Всего вам доброго. Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. Говорил один из героев Тургенева в романе «Отцы и дети». Это одно из известных произведений Ивана Сергеевича. Тургенев внес огромный вклад в развитие русской классики второй половины XIX века. Творчество писателя было признано не только в России. Здесь в последние годы жизни он имел непререкаемый авторитет. Ценили Тургенева и на Западе. Он оказал влияние и на зарубежную литературу. Даже противник и антагонист Ивана Сергеевича, другой русский классик Лев Толстой, отношения с которым у Тургенева не складывались, признавался, что Ивану Сергеевичу как никому другому удавалось писать удивительные портреты женщин. Так называемых «тургеневских девушек» Толстой и сам наблюдал в жизни. Тургенев, несмотря на свое богатство, дворянское происхождение открыто выступал против крепостного права и очень радовался, когда его отменили. В его произведениях часто присутствовали конфликты социально-политического толка. Таков и роман «Дым», менее известный, но самый полемичный. Чем он удивил современников и какие необычные экземпляры романа хранятся в отделе редких книг КФУ, расскажет Амир Ахтямов. Произведение «Дым» – самый злободневный и полемичный роман Ивана Тургенева, в котором нет положительного героя. «Дым» представлял собой роман-памфлет. Трагическая его сатиричность передавала глубокую грусть автора, расставшегося с надеждами на политическое возрождение страны, на демократизацию ее строя, который он питал в преддверии реформ. Беспощадное осуждение людей новой эпохи воспринималось как напоминание о типе Базарова, о трагической судьбе лучших представителей этого типа – Добролюбова и Чернышевского, и выражало последовательно отрицательное отношение писателя к реакции, парализующей развитие в обществе свежих творческих сил. Научная библиотека Николая Лобачевского Казанского университета предоставила нам редкий экземпляр произведения «Дым». Конкретно эта книга была выпущена в 1928 году. Если мы обратим внимание на обложку, то сразу можно увидеть, что различные буквы уже стерты. Но все же книга не теряет своего шарма. В романе «Дым» Тургенев изображает особое состояние мира, периодически повторяющееся. Люди потеряли ясную, освещавшую их жизнь цель. Смысл жизни заволокло дымом. Герои живут и действуют как будто в потемках. Спорят, ссорятся, суетятся, бросаются в крайности. Им кажется, что они попали во власть каких-то темных стихийных сил. Как отчаявшиеся путники, сбившиеся с дороги. Они мечутся в поисках ее, натыкаясь друг на друга и разбегаясь в стороны. Современникам роман не понравился. Революционные демократы сочли его антинегилистическим. Либералы же обиделись на сатирическое изображение генералов и чиновников. Вердикт – Тургенев исписался и клевещет на русский народ. Образ дыма, беспорядочного людского клубления, бессмысленной духовной круговертия проходит через весь роман и объединяет все его эпизоды в симфоническое художественное целое. Развернутая его метафора дается к концу романа, когда Литвинов, покидающий Баден-Баден, наблюдает из окна вагона за беспорядочным кружением дыма и пара. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ, итоги недели. «Мама» – первое слово. В это воскресенье в России отмечают День Матери. Говорить о том, насколько важна мама в жизни каждого человека, думаем, не стоит. Не забудьте вспомнить, кому повезло поздравить своих родителей с этим днем. Всем счастья, здоровья, больше поводов для улыбок. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин